Сегодня у нас с вами занятие, посвященное планиметрии, ну, наверное, все-таки части С, да? То, что раньше называлась планиметрическая задача, которая состоит из двух частей у нас. Первая, под буквой А, доказать задача, достаточно дорогая, 4 балла. Первая, под буквой А, доказать, это 2 балла оценка, да? Вторая, как бы на вычислительные какие-то навыки, что-то надо будет вычислить, это еще 2 балла. Итоговая оценка, которую вы получаете за эту задачу по планиметрии, Ну, раньше она называлась С4, сейчас она у нас как-то по-другому называется, да? Это у нас 4 балла, ну, достаточно хорошая задача. Вот сейчас мы прогоним обычные типовые задания, обычные типовые задания, которые я вам продиктурую, начнем так. Так, записывайте. Две окружности касаются внутренним образом. Две окружности касаются внутренним образом. Третья окружность касается первых двух и их линий центров. Значит, две окружности касаются внутренним образом. Третья окружность касается первых двух и их линий центров. Под буквой А доказать, что периметр треугольника с вершинами в центрах трех окружностей Доказать, что периметр треугольника с вершинами в центрах трех окружностей равен диаметру наибольшей, равен диаметру наибольшей, равен диаметру наибольшей из этих окружностей. Две окружности касаются внутренним образом. Третья окружность касается первых двух и их линий центров. Под буквой А доказать, что периметр треугольника с вершинами в центрах трех окружностей равен диаметру наибольшей из этих окружностей. Доказать, что периметр треугольника с вершинами в центрах трех окружностей равен диаметру наибольшей из этих окружностей. Под буквой Б. Найти радиус третьей окружности, если известно, что радиус первых двух 6 и 2. Найти радиус третьей окружности, если известно, что радиус первых двух 6 и 2. Вы все профили же сдаете, да? Итак, две окружности касаются внутренним образом. Третья окружность касается первых двух и их линий центров. Докажите, что периметр треугольника с вершинами в центрах трех окружностей равен диаметру наибольшей из этих окружностей. Все, поехали. Итак, у вас, когда окружности касаются, да, вы всегда... Окружности могут касаться двумя способами. Если окружности касаются внешним образом, вот у вас точка касания, так, если там внешние касания, да? Либо окружности касаются внутренним образом. Так или иначе, каким бы образом ни касалась ваша основная задача, как только касательная окружность у вас есть, всегда помнить о том, что линия центров окружности всегда однозначно проходит через точку касания. Это факт, который обязательно должен использоваться при касании. Итак, вот если касание, вот смотрите, внешним образом коснулось, тогда у вас всегда, как только есть касание внешнее, всегда есть общая касательная. Правильно, да? Общая касательная. Если вы берете точку О1, центр первой окружности, и точку О2, центр второй окружности, у вас, мы всегда что знаем, радиус, опущенный в точку касания, всегда под прямым углом. Правильно, да? И здесь точку касания соединяем, и вот тоже углу прямой. Следовательно, это 180, да? Да? 90 на 90. 180, следовательно, линия центра проходит через точку касания. Аналогично, вот ваши касательные окружности внутренним образом. Если вы работаете, вот так, проводите всегда общую касательную, берете точку О1 и О1, если мы О1 соединяем с О1, вот этот угол между касательной и радиусом всегда прямой. Но угол из О1 и точки касания тоже прямой, следовательно, снова, каким бы образом ни касались окружности, какой мы факт говорим всегда, он всегда будет использоваться, что линия центров, да, всегда будет проходить через что? Через точку касания. Итак, наша с вами задача там, я забыла уже, что там было. Касательная окружность касается внутренним образом. Третья окружность касается первых слухов и их линия центра. Посмотрите, итак у вас внутренние касания, да? Вот каким бы образом, что-то я не работала, я очень много у меня в школе работаю, да, вот у меня там 19-й школе мат-классы, эти самые. Всегда однозначно, да, вы всегда четко должны понимать, касание, вот вы берете, вы ходите всегда вокруг плоскости по окружности, выбирайте точку, которая вам выгодна. Вы можете ходить там, она, вот здесь, где это касается, сделайте так, точку отсчета, такую по плоскости вы ходите сами, да? Вы всегда имеете право выбрать такую точку обзора, которую вы выбираете, потому что вы на поплоскости ходите, чтобы, ну, к вам, линия, как-то, чтобы так, как вам выгодно делать, да, но при этом, конечно, не отходя от действительности. Итак, мы сделали, пусть они касаются вот здесь, да? Итак, у нас есть, где-то, точка О1, да? Вот эта точка О2, это линия центра. Однозначно всегда вы должны понимать, линия центра проходит через точку косанной, то, что вы сейчас доказали. Третья окружность, посмотрите, касается первых двух и их линий центра, вот как она, вот это вот здесь, да, вот здесь докоснется, ну, не очень красивый рисунок, мы ничего подвергиваем. Вот она, смотрите, третья окружность, как проходит, еще раз, через линию, вот она касается линии центров обязательно, да, и касается первой окружности и второй окружности. И как только вот это касание происходит, вы всегда четко должны понимать себя, да, снова. Вот маленькая, вот эта маленькая окружность с центром О3, да, О3, что она делает? Она касается вот этой О1. Я спрашиваю, О3 окружность, и О1 касается? Да. Вы говорите, вы что же я вам касается, значит, что мы должны сразу говорить, что мы должны уйти, как мы должны проводить? Как только они коснулись, вот это О2 и О3, что у нас происходит? Центр. Линия центров проходит через точку касания, вот это вот одна прямая, вот это одна прямая, да? Но, опять-таки, посмотрите внимательно, вот сколько здесь касающихся окружностей? Вот это О2, да, и О1 касание, да? Мы показали, что линия центров проходит через точку касания? Так. Теперь О2 и О3, вы показали, что она проходит через точку? Жвачку вытащили, гортай. У вас все усилия организма на выработку слюну выходит. Не набазаришься, видите? Так. Вот у нас, да? Теперь, значит, О2 и О3 мы закатили, да? Ну, получается, О3, да? О3 и О1 же тоже касаются? У вас же три касающиеся окружности, правильно? О1 и О3, это где у нас? Вот она, линия центра. Где касается О1 и где касается О3? Вот она точка, да, касание, да? Так? Да. Это точка касания чего? Большой окружности, вот этой маленькой нашей, да? И линия центра обязательно должна проходить через что? Через точку К касания. Вот у нас центр. Вот это все одна прямая, да? Так? Да. Мы четко распределили, показали, где как что идет. Теперь, вы должны понимать, да? Нам что сказано? Вот радиус окружности, да, с С... Ой, фу-ты, вы видите, как там ничего? Что я вам рассказываю? Периметр. Доказал, что периметр треугольника с фюрешинами в трех центрах трех окружностей равен диаметру наибольшей окружности. Теперь внимание, посмотрите. Итак, мы имеем, да, треугольник какой? О1, О2 и О3. Правильно, да? О1 и О2 и О3. Его периметр, это и есть, нам наше значит, доказать, что он равен двум вот этим радиусам большей окружности, так? Угу. Так, начинайте вводить, да? Пусть будет, смотрите. Большая окружность О1, да, центр. У нее пусть радиус будет R1. Значит, вот это расстояние равно R1, да? Так? Да. И вот это расстояние равно R1, это всем понятно? А вот это прямо их общая точка, да? Потому что они касаются, это R1. А вот это у нас, нам же все равно, радиус третий окружностей наиболее сказать. Найти радиус третий окружностей, 2,6. Пока что мы просто идем на букву А. Вот это мы как обозначим? Это X, то, что нам нужно найти. Он же не известен, этот радиус. Еще где X? Вот это X, да? И вот это X. Правильно, да? Так. Угу. Теперь, вот это у нас расстояние чему равно? R1, вот это R1, да? А вот это же одна, точка с вами одинаковая же, да? Значит, если это R1, вот это X, то вот это расстояние R1 минус X, да? Угу. То есть мы с вами вот эту уже сторону O1, O3 уже знаем, да, примерно? Так. А вот это расстояние чему равно? Вот O2, да, у нее пусто R2, да? Да? Вот это расстояние чему равно? А, R2 плюс X. Вот это R2, да? Плюс X. Вот это у нас R2, вот радиус этой окружности, а это R2 плюс X, так? Да. А вот это же тоже R2, нет? Да. А вот это что такое? R1, да? R1 минус X. Чему равна эта третья сторона? R1 минус X. Вы там запишите, да? Вот это у нас расстояние получается R1 минус X. Периметр считайте. Что такое периметр треугольника? Сумма всех 100. Вот. Как посчитать? У вас прибавляете, значит, O1, O3 плюс O3, O2, да, плюс O1, O2. У вас же все вычитано? Считайте. Периметр. Итак, P, O1, O2, O3 равно. P, O1, O2, O3. Просуммируйте все. Всем понятно, откуда вы уж вам все взяли? Почему R1 минус X? Где? Не так говорят? Это же R1. Вот это же R1, радиус большой. Радис R2. А, минус R2, да, да, минус R2, я прошу прощения. Из R1 надо отнять R2. Да. Считайте теперь периметры. Периметр O1, O2, O3. Радис R1, это радиус большой. У вас должно получиться, по идее, R2, R1 большой. Правильно, да? Да. Периметр, значит, пошли. Вот это я скажу. P равно, значит, R1 минус X плюс R2 плюс X и плюс, там что касается с вами, R1 минус R2. Равняется чему? Минус X, X уходит, да, R2, R2 уходит. Что такое получилось? 2, R, 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 R1. Просто аккуратненько адресовать, там что мудрого-то, да? А 2, R1, это диаметр большой окружности. Буква А, доказано ли? Все, два балла мы заработали. Теперь буква B, да? Буква B, там, по-моему, X найти, да? Буква B. Надо найти X, если R1 и R2 там нам даны, да? R1 у нас сколько? 6 и 2, да? Итак, вот R1 это 6, да? Вместо R1 что поставим? 6 минус X, да? Вот эта сторона, да? 6 минус X. А здесь это 6, а это 2, да? 4, 4, 4, 4, 4, так. А здесь R2, 2, да? 2 плюс X, да? Вот когда у вас касание окружности происходит, там 3 окружности касаются, это самое, всегда чувство, надо понимать, там всегда где-то вылезет теорема клефавлора, когда вы все будете касательно через линии в центрах проведете, да? Все там будет достаточно хорошо, это самое. Вот давайте отвечаем. Вот это у нас 4, да? Вот это у нас 2, да? Так? Так, это 6, соответственно, да? Это у нас 6 минус X, да? А это у нас X плюс 2. Вот у нас все стороны вытащились. Теперь, это X нам и надо найти. Значит, у нас уже одна неизвестная. Нам достаточно какое-то одно уравнение вытащить. Правильно, да? Какое? Какое здесь уравнение можно вытащить? Вот у вас здесь, вот это у вас 4, да? Это 2, да? Вот это 2, да? Вот это там такой центральный внук был, да? Вот это 6 минус X. Это X плюс 2, да? Это 4. Так. Неизвестная только одна, это X, которая нам надо найти. Если мы составим одно достаточное уравнение, да? Одного достаточного уравнения, да? И X просто из него вытащить. Какое уравнение здесь у вас на лунта приходит? Так. Вы не забывайте то, что вот здесь касание еще. Вот эта третья окружность, она обязательно касается еще линии же центров. Правильно, да? Это же должно сыграть свою роль, нет? Значит, если вы в точку касания вот здесь отпустите, да, вот это будет угол какой? 90 градусов. 90 градусов. Когда у вас 3 окружности, 2 окружности, в 90% случаях у вас всегда там идет какая-то теорема Пифагора, которую мы должны сказать, да? Ну-ка, а вот это расстояние, вот это точка касания, да? Значит, вот это у нас тоже X, да? Да. Вот это у нас X, вот это угол прямой, да? Вот это X плюс 2, да? Да? А вот это кто-нибудь мы можем сказать? Вот смотрите. Зачем-то нам же обязательно дано, что она касается обязательно линии, чего? Центра, да? Ну? Что нужно делать? Ваша задача, наверное, чтобы найти вот этот кусочек, чтобы составить теорему Пифагора. Вот у вас один кадет X, да? Вот это у вас гипотенуза X плюс 2, да? Вот это у вас кусочек, сколько там? Это же 6, это 4, да? Да. Это 4. А вот этот кусочек вы как-то не можете обнаружить? Да. Как его обнаружить? Теремешего года. Ну, скидка. Откуда уже теремешего года? 6 минус X квадратия минус X квадратия. Значит, вот это у нас сколько у вас с вами умолок? 6 минус X. Так? 6 минус X. 6 минус X. А это? X. А вот это чему будет? Давайте точку х поставим. Значит, O1K, да? Нет, не O1K. Вот эта точка у нас что-то по O1, да? O1K из треугольника маленького в квадрате считайте. O1K как посчитать? Ну, я надеюсь, теорему Пифагора, люди, сдающие профильный экзамен, могут применить, нет? 6 минус X квадратия минус X. Значит, это у нас сколько? 6 минус X, да? Вот это все 6, потому что это точка касания, это вся линия центра походит. Значит, 6 минус X. Что дальше? Квадратия. 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 Еще что? И минус X квадратия. И минус X квадратия. И все как-то. Пока OK в квадрате считаете. X квадратия и X квадратия взаимно уничтожатся. Что останется? 36 минус 12X, да? Там будет плюс X квадрат и минус X квадрат взаимно уйдет. Уйдет, да? О1К, значит, чему равняется? А не надо в квадрате. Так, да? И сюда теперь теорему Пифагора, да? Это же вы знаете, да? Да. Это вы через X знаете, да? И вот теперь теорему Пифагора сюда придется там. О1К, О1К, скажите мне, корень квадратный из 36 минус 12X, правильно, да? Так, теперь соединяется, собирайте теорему Пифагор. Итак, вот этот катет у нас с вами, чему будет равен КО2? Вот это у нас 4 же, да? Да. А этот кусочек мы его вытащили. А с чем он равен? Корень, вначале корень в виде запишем. Корень 36 минус 12X, да? Правильно так хорошо, да? Плюс что? Плюс 4. Это 1к. Это 1к. Вот, да? Все в квадрате, да? Так? Плюс что? X квадрат. И X квадрат в чем уровне? 2 плюс X квадрат. 2 плюс X квадрат, да? Эти квадраты, когда раскроются, этот X квадрат уйдет же, да? Так собирайте. Я собираю квадрат двух членов. Это что будет? 36 минус 12X, да? Плюс 16 сюма квадрата. Это плюс удвоенное произведение. 8, 36 минус 12X, да? Так, плюс X квадрат. Я вот этот X квадрат сразу уберу, да? Что здесь останется? Это 4 плюс 4X. Правильно? Уединяем радикал. 8 корней 36 минус 12X. Равняется, давайте. Там 4X, это плюс 12X. Сколько будет? 16, да? Это с этим 2X. Числа считайте. Так, 36 до 16 это 52, да? 52. 4 минус 52 будет минус 48. Правильно я посчитала? Посмотрите сами. И все делим на... Сами посмотрите, я нам привела подобное, правильно? Ой, дети. Ваша жизнь решается. Вся ваша будущая жизнь, да? Она вот зависит от этих несчастных баллов, которые вы... Что же вы так... Так, на 8 делим. 36 минус 12X. На 8 делим 2X. Минус 6, да? Здесь как минимум, да? Вы когда решаете рациональное равновесие, у вас в обе части должны быть половины. Корень, он всегда не отрицательный в определении, да? А это может быть любого знака. Если эта вещь отрицательная, просто решения нет. Корень не может равняться отрицательному числу. Какое вы условие ставите? Каким должен быть X? Ну, 2X минус 6 должно быть больше вероятного нуля. Решите мне, пожалуйста. 2X минус 6 больше нуля не можете решить? 3X может быть больше вероятного нуля, да? Иначе это посторонний порядок. И возводим в квадрат там еще раз. 36 минус 12X равняется 4X квадрата минус 24X и плюс 36. Да? И это квадратное уравнение решаем. 4X квадрата, это 4X квадрата. Тут минус 24, да, вот так внизу 12. Минус 12X, да? И 36, 36 у вас ушло, да? Взаимного уничтоженности. Равно у них. Но X у вас же не равновлено, правильно, да? Да. Значит, на него можно поделить. Это будет 4X минус 3. Вы что-то, дети, плохо. У нас X в 3 четвертых меньше 3, где-то ошибка. 12. А? Минус 12. Мы же на 4 поделили, да? На 4X, если я поделила, то у вас будет. Я делил X. Одну. Вот X у вас не равно нулю, иначе радиус окружности это точка более, да? А обе части уравнения можно делить на любую функцию определенную на УДЗ и не равную нулю. Мы поделили на 4X, да? X равно 3, да? X равно 3. И есть радиус нашей исковой окружности. Вот смотрите, задача, казалось бы, достаточно дорогая, 4 баллов. Тут кроме теоремы Пифагора ничего нет, да? Или что, тут что-то мудрого есть? Одна теорема Пифагора и свойства касающихся окружности. Так, давайте вариант 2 обозим. Все понятно? Да. Поэтому вы сильно заранее сразу не пугайтесь. Многие там берут какой-то. Телер решать вообще не будет. И пояска с поправлением. За каждый балл у вас должна быть мощная боевая активность. Так, пошли дальше. Становим. Противоположные стороны А, Д и В, С. Противоположные стороны А, Д и В, С. Четырехугольника А, В, С, Д параллельны. Противоположные стороны А, Д и В, С. Четырехугольника А, В, С, Д параллельны. А у вас много идут к нам поступать на ЕГЭ? Вот дети, посмотрите, я работаю, вот я здесь заведующая кафедра, я рекламную математику, и сколько времени я вообще начала работать, я все время работаю в школе, обязательно у меня где-нибудь физмат-класс есть. И вот на моей памяти, да, очень сильные дети, которые вот Дангитов у нас 98 набирает на ЕГЭ, там, эти, ну, очень много у меня этих учеников, и так вот, и по другим школам ученики свои, свои классы, которые я выпускаю, где-то уматывают там, что-то там, это, это, учатся, учатся, но где-то на третьем курсе нарисовываются здесь и сидят. Я вам сейчас могу наявить, посмотреть, сколько учеников у меня вот такого плана, да, которые очень, очень мощные были дети, очень здорово решали, вот там победители республиканских олимпиадов и все, да, а потом и такой вот, в принципе, чуть-чуть, вот надо там портить желудки свои, да, вот в этих общагах где-то там, и что-то, образование во Восточной Сибири у нас действительно лучшее. Приходят сюда, да, и в итоге возвращаются и заканчивают, и плюются, и говорят, зачем мы вообще уезжали. Подумайте вначале, посмотрите, осмотритесь, походите. То есть от добра добра не ищут. Все кажется, что там очень далеко и высоко, что там все хорошо и замечательно. А судя по нашим знаниям, да, выучимся-то мы так, прямо скажем, не для московского государства или ЛФТ университета. А зачем? Когда можно жить дома, да, в нормальных условиях, не пообщавшим, без всяких гастритов, без всяких этих. Особенно чаще, чаще всего уезжают из Томска, я заметила, из Новосибирска, из Англии только поменьше. И этих москвичей, да, которые потом вот так нарисованы, с вот такой разницей. И бегают, и сдают, и пересдают, да, потом говорят, может, и все это было и зря. Когда у вас под руками есть очень замечательный, у вас практический вуз, так перспективы сумасшедшие. У нас и аспиратура вот, и совет свой ученый, и докторантура, и все, все здесь есть. Посмотрите, подумайте. Так, поехали. Мастеров. Так, противоположные стороны АД и ВЦ. Четырехугольника АВЦD параллельные. Это определение чегоаться? Либо трапеция, да, общий случай, либо параллельная, но мы пока не знаем. Противоположные стороны АД и ВЦ, Четырехугольника АВЦД параллельны. Записали? Противоположные стороны АД и ВЦ Четырехугольника АВЦД параллельны. Через вершины В и Д проведены параллельные прямые. Через вершины В и Д проведены параллельные прямые. Пересекающие диагонали АЦ в точках М и Н соответственно. Противоположные стороны АД и ВЦ Четырехугольника АВЦД параллельны. Через вершины В и Д проведены параллельные прямые. Пересекающие диагональ АЦ в точках М и Н соответственно. При этом АМ равно МН равно НС. То есть АЦ примерно на 3 равные части какие-то подъемы. При этом АМ равно МН и равно НС. Под буквой А. Доказать, что АВЦД параллельна. Вот вам и дадут. Это не подлаганно. Докажите, что АВЦД параллельна. Под буквой В. Найти отношение к площади четырехугольника БМДН к площади поделограмма АВЦД. Найти отношение к площади четырехугольника БМДН к площади поделограмма АВЦД. Найти отношение к площади какого-то четырехугольника. Найти отношение к площади БМДН к площади параллелограмма АВЦД. Но вначале, конечно, надо доказать, что это параллелограмма. У него есть три признака. Когда выпуклый четырехугольник является параллелограммой. Первый признак какой? Если выпуклый четырехугольник и диагонали пересекаются и делятся к точкам площади пополам, этот четырехугольник параллелограмм. И еще какой признак? Ну, вы повторите хотя бы. Итак, давайте начнем. Вот есть четырехугольник. Мы изначально не должны убрать параллелограмму. Все равно мы же доказатели должны. Поэтому есть какой-то четырехугольник, у которого какие-то две стороны параллелии. Пока мы не можем говорить, что это параллелограмма, так примерно прийти. Изданно. Какие стороны параллелии? АВЦД. АВЦД пока, аВЦД, правильно так? Да. Они параллелии, аВЦД параллелии. Через вершины В и В проведены параллелии прямые. Пересекающий диагональ АВЦ в точках прямых. Вот у нас диагональ АВЦ, да? Через точки какие? Через точки В и В, через вершины параллелии прямые. Так, сюда пошла параллельная прямая, да? И вот сюда параллельная прямая. Вот эти прямые параллельные. Давайте так. Две параллельные прямые, пересекающие диагональ АС в точках М и М. Через вершину В поведена прямая, пересекающая диагональ к точке М. Через В в точке М. Вот это у нас точка М. Ну а это, соответственно, точка М. Эти прямые параллельные, да? Так, пересекающие диагональ. Следом оказалось, что АМ равно М, М равно ЛЦ. То есть вот эти три равные части, да, у нас. Так, да? Ну-ка теперь теорема Фалеса у нас о чем говорит? Седьмой и седьмой классы. Параллельные прямые, да? Отсекают на сторонах угла какие? Пропорциональные отрезки, да? Вот если у вас есть угол, да? Теорема Фалеса говорит. Вот такие вы нормализовали, вот такие параллельные прямые, да? Провели друг другу параллельные. Отношения этого к вот этому к вот этому, они относятся так же, как это к этому и к этому. Так или нет? Если вот эти кусты равные, то и вот эти кусты равные, нет? Беже с собой. Ну, значит, у нас как минимум видно, да? Вот видите угол? С, А, Д. Этот угол вам видно? И вот эти две прямые параллельные, да? Так? Они параллельные. И здесь вот, ну да, вот в этом треугольнике, вот эта вот штука, да, она проходит. Вот если я рассматриваю треугольник А, Н, Д, вы видите треугольник А, Н, Д? Вот эта точка М, это середина стороны А, Н, да? И проходит она параллельно основанию от этого. Как называется такая прямая в треугольнике? Не прямая, а отрезок. Средняя линия. Значит, когда вот эта середина отрезка А, вот это роман вот этому, да, точку К поставил. Всем понятно почему? Так, теперь сюда смотрим. Вот точка, это слово аналогично, смотрите, вот треугольник Б, М, С, видите? Вот это середина стороны С, Н, да? Н середина? Да. И как она проходит параллельно основанию? Ваня. Снова это что? Средняя линия. Значит, у нас вот это вот снова середина. То есть мы выяснили, что точка К середина основания А, Д, да? А точка Л середина основания какого? Треугольник Б, С, А. А наша задача доказать, значит, что это середина середины, да? Так, теперь мы-то должны доказать, что А, Б параллельно Д, С, да? Вот как только мы докажем, что, это третий признак, противоположные стороны попарно-параллельны, да? У нас же А, Д дано, что параллельно Б, С, да? Наши задачи что доказать? Что А, Б параллельно Д, С, да? Так же? А, Б параллельно Д, С. Вот мы увидели, в каких точках там это все делится, да? Это середина, это середина, да? Угу. А наша задача доказать... А какие признаки параллельности прямых вы знаете? Признаки параллельности прямых. У вас есть тоже три признака. Если соответствующие углы равные, да? Вот две прямые, да? И вот у вас идет секущая, да? Вот эти углы называются как? Соответствующие. Если при пересечении двух прямых третий соответствующие углы равны, да? То эти прямые? Параллельно. А есть еще понятие накрестли. Слежащие. Вот это, да? Накрестли. Если при пересечении двух прямых третий, снижащие, что? Равны, то прямые параллельно. А еще какое? Сумма внутренних односторонних углов, если равна 180, да? Вот они, три признака параллельности, да? То эти прямые такие параллельно. Да? Параллельно. Ну, теперь давайте посмотрим, что, да? Угу. Вот теперь давайте думать. Это у нас середина, да? Основание. И вот эта середина. Это отрезок соединяющий середины основной параллельности. Так же, да? Вот этот маленький треугольник, видите? А в раз cover, да? Вот если вы возьмете, например, вот это х дает это x. Это же середина, да? Угу. Тогда вот это у нас с вами и y, да? Вот это вот у нас у нас с вами и y, да? И вот это у нас с вами тоже и y. Да? Вот этот треугольник подобный АМХ, он подобен треугольнику БМС. Почему он подобен АМХ и БМС? Почему подобный? По двум углам. Накрест лежащий. Это точно параллельно. Этот угол равен вот этому накрест лежащему. Теперь внимательно смотрите, пожалуйста. Раз у нас всегда в подобных треугольниках равны углы, так или нет? И как только равны углы, это первый признак, у нас всегда против равных углов лежат так называемые сходственные стороны. Или, по-другому говоря, пропорциональные. Теперь смотри к ним, Марина. Вот давайте посмотрим на АМК и на БМС. Видите, да? Они подобные. Я хочу узнать про коэффициент подобия. Вот если это А, это два А, да? Так, еще раз. Это, знаете, куски равные? Значит, вот маленький АМ, это сторона маленького треугольника. АМ. Я думаю, что эти отрезки равны. Правильно, да? Так вот, смотрите, вот х, да, относится к х плюс у, да? Ой, два у, посмотрите. Здесь сторона какая? х, да, основающаяся. А здесь какая? Это два у, значит, два у. Значит, х, это сходственные стороны, они же будут равны вот этих углов лежат, да? Как что? Как А в двум А, нет? Да. То есть х, два у, к чему равна? Одной, да? То есть х чему равна? Х равно у, да? Так, да? Ну, прекрасно. А если х равно у, да? То вот это вот ВС, да, параллельный и равный. Это первый признак параллелограмма. Потому что, смотрите, нам же дано, что АД параллельно ВСД. Дано это? Да. А что мы доказали? Мало того, что дано, двоисто оказывается равно 2у, да? Да. Значит, так как АД параллельно ВСД, да, противоположные стороны параллельные, и ещё они оказались что? Равны. Значит, мы доказали по первому признаку, что это признак параллелограмма. Всё, доказано. Два балла мы заработаем. Всем понятно, нет? Так. Теперь наша следующая задача такая, чего-то там надо найти. Найти. Так. Найти. Так. АВСД параллелограмм доказали. Найти отношение в площадь чехугольника БМДР в площадь параллелограмма АВСД. Вот здесь всё доказано, да? А теперь мы вот этот рисунок мы стираем, да? Почему мы его стираем? Потому что мы уже доказали, что это параллелограмм. Имеем право отрисовать этот параллелограмм, да? Нарисуем и пошли дальше. А? В этом направлении не идет, да? OR? Или сюда не идет? Что там параллелее? АВСД? АВСД, да? А, В, С. Мы уже доказали, что это параллограмм. Значит, у нас диагональ АЦ была. По-моему, рисунок какой-то другой был. Вот здесь, да, В? Нет, у вас А было в левом верхнем. А, в левом верхнем. Давайте все будем придерживаться. Это А, да? Сюда шлои, да? Нет, вниз. Внизу? А, В, С, Д. С, Д. Вот наша была диагональ АЦ. Провели две. Вот это в серединку, да? И это в серединку, да? Мы доказали, что это в середине, да? Это было М, да? Это было И. Все параллограммы имеют. Эта штука у нас равна равна. Найти отношение площади четырехугольника БМ до М. Это делалось БМ. Б. Ой, это не М. М, М. Это вот это же М, да? Да. А вот это М. А это как К, а это М. Так же у нас было? Найти отношение площади. Давайте посмотрите внимательно. С, Д, М, Д, Р. К чему? А как все? К С, А, В, С, Д. А где М, Д, Р? А где М, Д, Р? А где М, Д, Р? А где М? А вот М. М, Д, М. Вот так надо, да? Провести? Б, М, Д, М. Это же трапеция, да? Площадь БМ, Д, М. А? А? Не туда, не туда, да? Эту Л надо убрать вот сюда, да? Б, М, Д, М. Найти отношение площади БМ, Д, М. А? Площади А, В, С, Д. Вы когда, у вас в задаче сказано, я все твои внутренности там проглядываю, вот как рот откроет прямо, вот до кишечника все видно, вы хоть прикрывайте ладошкой, маленько, скучно, идите домой. Так, теперь внимательно, посмотрите внимательно. У вас идет отношение площадей, да, каких-то? Когда вы идете к четырехугольникам, у нас с четырехугольников, площадь отношения площадей к четырехугольнику, старайтесь свести все к треугольникам, отношение площадей к треугольнику, чтобы было. Мы абсолютно хорошо понимаем, да, что площадь М, Д, М и площадь Б, М, Н одна и та же, да? Мало того, то равное треугольнике. Да? Да. Смотрите, а площадь А, Д, С равна площади А, В, С, потому что это тоже равное треугольнике. Так же, да? Так вот, отношение площади, смотрите, вот этого четырехугольника, Б, М, Д, Н. А, Б, М, Д, Н. Пополам возьмем площадь Б, М, Д, Н. А что будет? Площадь Э, Д, Н, да? А пополам трапецию когда возьмем? Треугольника А, Д, С. Это понятно или нет? Да. Ну, здесь 2, 2, С, 1. И здесь там параллограмм 2, С, 2, да? Поэтому мы будем считать. Равну напишем, идем на треугольнике. Какую площадь мы пишем? С какого? М, Д, Н. М, Д, Н. М, Д, Н. К чему? К С, А, Д, С. К треугольнику лучше. А, Д, С. А теперь посмотрите, пожалуйста, внимательно. Да? Понятно, что они равны. Вот это, да? Вот эта штука, вот эта площадь, это две вот этих, да? Да. А вот эта штука, это две вот этих площади. Два и два сопротивления. Всем понятно? А теперь вот здесь есть какая-нибудь высота. Пустим, из точки D, высоту H. Хорошо? Это высота H. Тогда давайте считайте, С, М, Д, Н. Чему равна площадь треугольника? Основание на высоту пополам, да? Да. Пишем, одна, вторая. Какое, какое основание у нас? Основание какое? М, Н. На что? На H. Правильно, да? Правильно. А внизу? Одна, вторая. Чего? H. Основание где у нас? А. Почему А, Д? А, Д, С. Какое основание? А, С. А, С. А высота одна и та же же у них? Да. У треугольника М, Д, Н. И у треугольника А, Д, С одна и та же высота. Высота-то прямая, пусть она из вершины прямого угла отрезок, да? Перпендикулярно. А, что у них одно и то же или нет? Да. Значит, здесь что будет? А, С на H, да? Сократите, 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 сократите. М, Н. А, С. А, М, Н это же было А, да? И вот это А, да? И вот это А, да? Так? Да. Значит, М, Н это А, а А, С сколько? Три. Три. Одна третья. Одна третья. Вся задача, вся любовь. И тоже абсолютно никаких там каких-то чрезмерных знаний, каких-то особых, ничего не требовалось. Правильно, да? Наверное, все проще снять. Так. Следующий. Напишите там. Точки В1 и С1. Точки В1 и С1. Точки В1 и С1. Лежат на сторонах АС и АВ треугольника АВС. Соответственно, точки В1 и С1 лежат на сторонах АС и АВ треугольника АВС. Соответственно, значит, В1 тогда на АС лежит, а С1 на АВ. Точки В1 и С1 лежат на сторонах АС и АВ треугольника АВС. Причем АВ1 относится к В1С, как АС1 относится к С1В. АВ1 относится к В1С, как АС1 относится к С1В. АВ1 к В1С, как АС1 к С1В. Присажили, да? В1С, как АС1. В1С, как АС1 приседаются к О. В1С, как АВС, как АВС. Под буквой А. Доказать, что АО делит пополам сторону ВС. Доказать, что прямая АО делит пополам сторону ВС. Под буквой В. Доказать, что прямая АВ1ОС1 в площади треугольника АВС, если известно, что АВ1 относится к В1С, равно АС1 к С1В и равно 1 к 2. Доказать, что прямая АВ1 относится к В1С, как АС1 относится к С1В и как 1 к 2. Доказать, что прямая АВ1 относится к В1С, равно АС1 к С1В и равно 1 к 2. Все записали? Значит, рисуем какой-то треугольник. Вам задумал какой-то треугольник. Хороший чертеж, иногда 80% решимой задачи. Рисуйте аккуратно. Никогда не застопаривайтесь на одном чертеже. Вот чертеж нарисовали, там что-то ваши мысли идут, идут, не можете решить. Переверните, листочек возьмите, снова нарисуйте, по-другому рассматривайте. Свежая мысль, если вы на одном и том же чертеже сидите все время, ваши мысли, мозг так устроен человек, идут в том же направлении, к какому вы уже шли. То есть вы видите, тот же уже готовый, и то же самое у вас повторяется. А новые мысли, они будут приходить тогда, когда вы по-новому начинаете решать. Убирайте этот чертеж заново и заново рисуйте, по-хорошему, по-другому подходите, думайте. Умение все равно там будет у вас. Итак, треугольник А, Б, С. Теугольник А, Б, С. Б1 на А, С лежит. Б1 на А, С. Б1 на А, С. Б1 на А, С. А, С1 на А, В. С1 на А, В. С1 на А, С1, К2. Давайте вот это, вот если вот это вот, например, x, да, вот это возьмем, да, вот этот кусок возьмем за x, да, а это пусть kx, так, да, тогда это к этому как, 1k, да, и это к этому, значит, также 1k, если этот y, то вот это чтобы нам вот по условию, да, так, прямые bb1 и cc1, bb1. bb1 и cc1, пересекаются в точке ипрода. Наша с вами задача. Докажите, что а, о делит пополам в сторону bc. А, о, а где а, о, а вот это а, о, да. Докажите, что а, о делит пополам в сторону bc. То есть, а, о, медиана, да, по-другому говоря, да, треугольника a, b, c. Теорему чеву кто-нибудь знает? Вот она в одну строчку решается с помощью теоремы чевы, нет? Теорему минилай тоже нету, нету. А, проходили на прошлом? Ну, так чего и прогоните, тут что смотреть-то? Не, не очень. А вы же проходили, мы проходили, ну, не все же были. А на прошлый раз, когда мы были тут, как акция была, вы были здесь? Все были? Нет. Нет, да? Ну, ладно. Давайте без теоремы минилай. Минилайм решается в одну строчку. Ой, не минилайм, чего же? 1к умножить на это к этому, да, умножить на это к этому, да, умножить на это к этому равно единице. Эти же отношения известны. 1к в классе обратится один к одному, да? В одну строчку. Вы имеете право пользоваться теоремой чевы, потому что теорема чевы, программа углубленных классов, она в 9 классе проходится с доказательствами, не издают там, что-то, и чевай, и минилайм. Поэтому, ну, мы, поскольку тут не все были, да, давайте мы с вами все-таки обойдемся без чего? Чего? Без теорема чевы. Будем решать в логере. Без теорема чевы. Так. Ну, всем понятно, что треугольник АС1, В1, да, подобен АВС. Почему? По какому признаку? Признаки подобия повторите обязательно. Вот есть три признака подобия. Первый признак все знают, каждый дурак знает. Если два угла одного треугольника, соответственно, равны двум углам другого, треугольники подобны. Второй признак. Если по одной стороне, что за по одной стороне? Две стороны пропорции, а угол между ними равен, треугольники подобны. И третий признак, если все три стороны, да, соответственно, пропорциональны. Да? А мы по какому признаку здесь они подобны? Две боколухи у вас какие? Прапор. А угол между ними 1 и... Нет, ну... АС1 сторона. К какой стороне относится? АС1 как относится? Давайте докажем, что они подобны. Докажем, что треугольник АС1В подобен АВС. Тогда вот АС1 это Х, да? Относится к чему? К Х плюс КХ. Вот я сейчас сказала, а чему будет равна? Ну-ка мне скажите. К плюс 1 Х, да? За скобки уменьшили мыслить, нет? Ну, значит, Х относится к А плюс 1 Х, как что? Как ИГРЕК? Относится. К плюс 1 ИГРЕК, да? Да. Пропорциональны? Да. Ну, а угол там какого-то, у того и другого один и тот же, а, я надеюсь, все видят, да? Нет. А какому признаку подобны эти треугольники? Подвозные. Две стороны пропора. Пропорциональны. А угол между ними равен. Второй признак подобен. Ну, да ладно. Если вы владеете Чивой, да, то вы, конечно, там в одну строчку решаете, да? Ну-ка, давайте-ка-ка вспомним, как Чива идет, да? Все-таки напомню. Кто не знает, смотрите. Вот у вас есть любой произвольный треугольник. И вы берете, собираете три отрезка. Вот это АА1, да? Вот это отрезок ВВ1, да? И вот это называется Чивианой, да? В честь теоремы Чивы. Чива у нас итальянец, да? Чивианой называется любой отрезок, соединяющий вершины с точкой противоположной стороны. Медиана – это Чивиана, да? Веситрис – это Чивиана. Ну, любую точку ткнули на стороне, провели – это Чивиана у нас. Общее название такое. Так вот, три Чивиана, видите? Какие три Чивиана? АА1, ВВ1 и ЦЦ. Сама теорема Чивы говорит так. Три Чивиана треугольника пересекаются в одной точке. Тогда и только тогда, когда пополняется соотношение Чивы. И вот теперь вы из вершины выходите, да? Из повершины тур совершаете, да? И берете, смотрите, а из А идете в В, да? Через точку С1. А, С1. Диктуйте ко мне. Пришли в С1. Относятся в С1, В. Умножить. По длинам берете. Умножить. Все, в В пришли. Из В идете в С. Через что? Через точку А пошли. БА1, да? Дальше что? А1, С. А1, С. Все, в С пришли, да? Из С идете в А. Возвращайтесь. Полный тур, обход из любой точки. Пошли умножить на что? СБ1. Б1, А. Б1, А. Чему это дело на рамке С? ЕДИ плюс С. Вот когда применяется соотношение? Вы поняли, да? Из любой точки вот. Идете, по вершинам в тур проходите, но из вершины в вершину вы попадаете только через эту секущую, которую пошел. Значит, от это к этому, как это к этому, как это к этому произведение этих отношений равно единице. Это и есть теорема ЧВ. Три ЧВАНа пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда выполняется соотношение ЧВ. Три медианы почему пересекаются в одной точке? А потому что ЧВА выполняется. Один к одному, один к одному, один к одному равно один. Три Бесиктрисы почему пересекаются в одной точке? Потому что ЧВА выполняется. Там теорема Бесиктрисы. Вы посмотрите, как вот здесь, да? Вы видите три ЧВАНа, пересекающиеся в одной точке? Ну-ка и по чьеве, докажите-ка сами. Идите вот отсюда сюда. Б, К. Диктуйте, пишите сами. Сами пишите. Идите из Б. Б, К поделить на К, С. Умножить К, И, поделить на И. Пишите, пишите, сами пишите. По чьеве сразу в эту строчку. И уходите из А в Б снова. И умножить на что? Икс. К, Икс. И все это дело равно чему? Единице. Все, что сокращается, сокращайте. Решите это уравнение. Ваше первое отношение неизвестно. Вот вы идете Б, К, Х, С. Отчего пошло? Умножить К, И, К, И, К, И, К, И, К. И умножить все, Х, К, И, К, И, К, И. И равно это дело единице. Значит, Б, К, К, С. Х, Х сократили, К, К сократили, И, К, И, К сократили. Чему равно? Одну. Это значит, Б, К, К, С одному. Это значит, пополам поделил, да? Да? Б, К, К, С, если одна и та, одно и то же. Отношение равно единице. Значит, К середина, Б, С, нет? Да. Значит, А, О, поделила сторону П, П, Л, А. Ну, это вы все-таки прибегаете уже к тереме Ч, В, хотя вы имеете право ей пользоваться. Теперь давайте без терема Ч, В. Перед этим самым взгляните, полистайте, в интернет залезте, посмотрите, там второй, рядом с ней сопутствует теорема Мене Лая. Мы это разбирали, зимние каникулы. Ну, Мене Лая, запомните, там оно единообразное, там немножко Мене Лая немножко посложнее, да? Это нужно через секущий мир, да? Ме-не-ла-я, теорема Мене Лая, теорема Ч, В. В программе углубленки, если вы в профильных классах учитесь, вы должны были в девятом классе это все проходить. Доказательство идите сюда. Так. Это теперь убираем, да? Теперь в лобовое решение. Допустим, вы не знаете теорему Ч, В. Ну, не знаете, не знаете. Пойдемте так, в лоб будем решать. Итак, нам же надо найти отношения БК, ХЦ, да? А как вы находите отношения? Отношения вы находите из подобия, все равно, да? Вот какое-то подобие должно быть. А чтобы было подобие, да, чтобы было подобие, вам необходимо, чтобы были какие-то параллельные пря-мы. Правильно, да? Так? Ну, да, вот здесь точка К, да? Вот здесь точка К. Давайте-ка проведем прямую, да? Параллельную, например, вот этой ВВ. Проведем-ка прямую параллельную ВВ вот так. Да? И теперь вы должны понимать, да? Вот, раз я провела параллельно ВВ, да, то ВК относится к КЦ так же, как ВТ, вот это, да, ТЦ, нет? Вот если мы будем знать, мы провели как? КЦ, да, КЦ, да, если вот это вот Х, да, давайте вот это вот поставим, вот это, вот это у нас КЦ, да, какой-то будет, так, да? КЦ, ну, а это какой-то, пусть будет Альфа КЦ, да? Ну, какая-то Альфа-часть, а это тогда Единица минус Альфа КЦ. Вместе сложить, и будет КЦ, вот я разбила, да, ну, Альфа это неизвестное отношение, и надо найти, да? Так, нам тут нужно показать, что Альфа равно 1 и 2, а как, 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 почему я так сделала, ну-ка, объясните мне. Если я говорю, пусть это какая-то вот КЦ, вот В1Т, вот это все КЦ, да, а это какая-то часть от него, да, какая часть, ну, Альф-Т какая-то часть. Ну, как вот это найти? Надо из-за этого, да, вычесть СН, да, получим Единица минус Альфа КЦ, нет? Да. Так, и поскольку, ну, вам же уже задано, да, вам уже, вы говорите, доказать, что К середина отрезка ВЦ, да, то есть, ваша задача доказать, что это равно этому, да, а когда это равно этому, тогда Альфа равно 1 и 2, да, то есть, вам нужно это Альфа найти и показать, что оно равно 1 и 2, да, ладно. Альфа провернули там эту штуку, да, мы из К опустили, вот, вот, ВХ КЦ, да, так, теперь, подождите-ка ВК КЦ, а теперь мы, значит, это из К опустили, да, теперь наша задача с точкой Т работать, да, эти параллели. Теперь давайте как, посмотрите, раз мы вот эту параллельно провели, да, вот эту параллельно прямую провели, да, вот мы параллельно ВВ провели, да, значит, вот это относится к вот этому, да, тоже так. Вот этот же треугольник, получается, подобен вот этому, да, коэффициент подобия у него 1 минус Альфа, да, как вот это, по этому ко всему, да, 1 минус Альфа. Так, это КЦ, теперь, теперь еще одну параллельно прямую провести, да, мне, меня интересует отношение вот этого к вот этому, вот этого к вот этому. Так, Севертика может еще одну вот эту параллельно, чтобы я вот так запустил. Пошли, посмотрите, вот отсюда взяли, да, еще одну параллельную прямую, да, взяли, там же все равно параллельность тогда параллельная, да, и вот вы посмотрите, это, да, к вот этому, как один кадр, значит, и вот это к вот этому, как один кадр, ну, когда-то Y мы с вами уберем, да, Y это все вот это у нас Y, да, Смотрите, это относится к этому, тюрема полиза пошла, а вот это к вот этому, как вот это к вот этому, да, если у нас вот это вот Z, да, это Z, допустим, возьмем, то вот это же KZ, да, а? Если это отношение этих отрезков Z, да, Z, да, и это KZ, да, так, это мы один к двугу знаем, да, а еще где B1, так, теперь, давайте-ка запишем, а, с вами, смотрите, сколько чисел велика, вот это же получается, вот посчитайте через Z, это что будет K плюс 1Z, да, так, вот это KZ, а это Z, чему это равно Y, да, то есть Z это что такое, это Y поделить на K плюс 1, да, А это KZ, это K и Y, да, так, поделить на K плюс 1, сложите-ка, вместе у вас будет, вместе должно получиться Y, да, конечно будет, да, вот у нас отношение, вот это вот, вот это мы взяли, да, это вот, вот это, вот это, так, теперь, дети, посмотрите внимательно, а вот это-то все было сколько, вот через Y, не посчитайте вот эту сторону, сторону AC, через Y, по-депутски-ка ничего, как-то, через Y, Y плюс KY, да, Вся AC, вы вот так считаете, Y плюс KY, значит, Y плюс KY, за скобки Y вынести, это будет K плюс 1Z, правильно или нет? Да. К плюс 1Z, так, да? Угу. K плюс 1Z. Ну, это все K плюс 1Z. Так, теперь, вот, смотрим, это вот этому, да, эти параллели. Так, это, вот это один угол у нас, плохо пока работаем, подождите внимательно, давайте думать. Так, K плюс 1Y, оно состоит у нас, вот это отношение Y на K плюс 1, KY на K плюс 1. А нам же надо Альфа найти, да? Угу, угу. Так, теперь вот так вижу, да, уже. Посмотрите, теперь вот на этот треугольник, посмотрите вот на этот треугольник. Видите этот треугольник? Да. И вот этот треугольник, да? Вот смотрите, вот в этом треугольнике, да, вот эти две прямые же все равно параллельны, да? Да. Да? Значит, а какое отношение этого к этому, как что, А, да? А здесь ХА, правильно или нет? Да. Если это А, то вот это КА, да? Так? В этом треугольнике АК, да? Угу. Так, АКА, да? А здесь, посмотрите, это относится к этому, как, уже вот сюда, смотрите, вот смотрите, вот эти прямые параллельны. Вот это же отношение, смотрите, КА к вот этому, оно как, к чему будет равно? Смотрите, А, КА, да? Так? Вот, КА плюс 1А относится к ОК так же, как вот это, к вот этому, нет? К АКУ. Ну, вот это вот, КА плюс 1А, да? Так же? КА плюс 1А, да? Относится к ОК, да? КА плюс 1А относится к ОК, так что? Как ИГРЬ к АКУ, нет? Это же все ИГРЬ, а это АКУ, правильно, да? ИГРЬ-ИГРЬ ушло, да? Значит, АОК, ну-ка еще, еще смотрите, думайте. Мы вот провели эти все дополнительные ваши штуки, да? Вот это АЛЬФА нам и надо найти, да? Так, теперь, а это, к вот этому КА ИГРЬ. Так, это КА и это КА. Нам надо вытащить АКА. Это что там? Угу. Еще где параллельные прямые у нас есть? Ну-ка, внимательно смотрите. Еще где-то параллельные прямые толсты. Там один КА. Эти параллельные мы вот так провели. Так, еще параллельные прямые. Подождите-ка. Если у нас с вами мы КА взяли, из КТ туда, КБ1, ББ1 туда, эти, АКА. Ну-ка, давайте-ка попробуем еще глубоко. Смотрите. Вот видите, вот это к вот этому, да? Как вот это же к вот этому, правильно, да? Вот ваш угол. Вот мы параллельные. Значит, это, если это отношение АКА к единице минус АКА, да? Это АКА какой-нибудь Т, АКАТ, да? А это единица минус АКА. Так же, да? Правильно я пишу, нет? АЛЬФА Т. Значит, АЛЬФА Т. Что-то мне плохие такие шутки. Должны быть очень здоровы и очень хорошо, мне кажется. АКА, да? А сюда у нас пойдет... Эти маленькие мы раздробили, эти маленькие раздробили, эти маленькие раздробили, да? Угу. Ещё одну параллельную, что ли, погнать? СС1. Параллельно СС1, если взять, загнать. Через К параллельно... ВВ1 приводил, да? Попробуйте-ка ещё вот так вот, вот отсюда, а наоборот, параллельно вот этому ещё провести. Перегружим рисунок у нас, хорошо, пожалуйста. Вот это вот у нас, посмотрите, вот видите, снова параллельно в виду вот этому, потому что отношение известно. Это если Б, да, то это К, Б, да? Да. Б, К, Б, да? Извините-ка внимательно. Вот мы ещё провели, и через С1 уже параллельно... Это какой прямой, Б, А, К, да? А, К. Потому что там в нашей отношении известно, да? Так, а это тоже как К, да? Ну всё, почему-то тогда, смотрите внимательно. А вот это, да? Вот это мы... Сейчас мы сейчас по номеру прогонимся. Это вот это уже, да? Это К плюс 1В, да? К плюс 1В. Мне нужно какое-то маленькое отношение ещё к критикам. А если здесь будет, ну, я живу, конечно. Пока перегрузим, да ничего страшного, пока параллельно так произойдёт. Это же К, 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 это там О, а это Х, А, 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 А. Так, как Н плюс 1, да, ХМ плюс 1, да? Как А1, А1, А1. В плюс один на М плюс один, правильно мы говорили, нет? В плюс один на М плюс один, мы без чего, да, собираемся? К, Х, К, Б, все мы прямые параллельные, какие можно, да? А это Y, а вот это 2 и 3, да? Y, K, Y. Ну-ка, еще раз внимательно смотрите. Вот кучу-кучу параллельных мы этих штук сделали, да? И все эти отношения мы должны проверить. Х, К, Х, да? Х относится к Х, Х, К, Х. К, К, Б, к Б, правильно же, да? Дальше идем К, Б, к Б. А вот это вот? М на К, да? Подожди-ка. А там тоже параллельные. М и К, М, да? Да. М и К, М, да. А, М плюс К, М на К, Б плюс Б, как альфа К, У, единица минус альфа К, У. Еще где мы параллельные, так? Это эти параллельные идеи, да? А мне надо найти, да? Либо К плюс 1 на А, М плюс 1, либо альфа просто вытащим. Альфа. Все-таки надо издали спереди. Ну, думайте, идеи предлагайте. К, Б, это Б, нормально. Так. Это параллельно этому, параллельно этому. Ну, подумайте. Что, у нас время закончилось, да? Да. Закончилось уже, да? Так. Сейчас, сейчас, я вот эту одну, хотя бы это самое. Дома подумайте, да, без этих. Параллельно, прямой проводите. Она однозначно, я сейчас вам просила решать. Единственное, на самой почте, у нас такой бы, у нас закончена, один-другой, да? Подождите, еще 5 секунд, я посмотрю. Х, Б, Б, Х, К, Х, Та, У, П. Знаете, что надо сделать? Мы еще вот отсюда, да? Вот эти три параллельно взять. Вот, Минилайм, решите, Минилайм, чего это самое? Она вот, дома, посмотрите, как. Эти задачи, они, как правило, очень простые, там еще мудрого вверх. Еще раз. Но вы когда проводите, да, вот эти вот вещи там, вот вы взяли, да, вот здесь параллельные, да, что нужно? Подождите, что я личку складываю на этом. Вот у нас же, да? Вот эти соединения, да? Вот здесь, и вот эти соединения. Дети, а почему нельзя, вы, вы, вы можете еще и Минилайм прогнать, на самом-то деле, посмотрите, не на тебя, да? Вот смотрите, я поняла, что надо делать. Посмотрите, смените. Вот мы сначала так вот не будем третью прямую проводить, да? Мы найдем вот это вот отношение. Вот вы Минилайм можете найти, а мы, ну, это же к этому известно, да? Вот в этом треугольнике, Минилайм, если вы отработаете, получите, а мы без Минилайм. Посмотрите внимательно. Вот это отношение я знаю. Ну, подскажите, какое нам все задачи сделано. Смотрите, а, давайте вот так, без Минилайм. Кто умеет Минилайм, тот Минилайм работает. А мы вот так, смотрите, вот это уже у нас Y, а это коллеги, вот так, ну-ка, проведем-ка вот это вот. А это же, нет, это не X, это X, это KX, так или нет? Вот так, вот сюда загнали, да? Вот это вот Y, а это коллеги, все понятно, да? Так? Смотрите, вот эти две прямые параллельные же, вот отсюда провели прямую параллельную вот этой. Так, один ккадо, да? Значит, здесь у нас если вот это вот Z, то это К, так, а вместе это через X мне выразите, КЗ плюс Z равно X, да? Значит, K плюс 1 на Z равно X, правильно, да? Z чему равно? X, деленное на K плюс 1, правильно, да? Так? Значит, это, вот эта штука, что такое? X, деленное на K плюс 1, правильно, да? А здесь KX, да? Это понятно, нет? Так? Теперь, вот это отношение тогда известно. Эта штука относится к этому, как вот это к вот этому, правильно или нет? Вот эти отношения одинаковые же, да? Как вот этот отрезок относится к этому? Как вот этот к вот этому? А это что у нас будет? Давайте, это точка O. Это какая-то точка B, да? А это точка B1. Ну-ка, мне скажите, B, O как относится к O, B? B, O относится к O, B, как к K, X. Относится к чему? K, X на K плюс 1, да? Так, я не знаю. К, X, K, X у вас сокращается. Значит, что мы имеем? B, O к O, B1, да? B, O, это B1. B, O, ну, депутите мне. B, O к O, B1, как что? K плюс 1. К, X, K, X, что как K плюс 1, да? Так? Да. Значит, теперь вот это B, O у нас с вами сколько? K плюс 1, да? K плюс 1, там, C какой-то. А это у нас будет O, B1, это C, да? Так это отношение же знаете, да? А теперь вы посмотрите. Вот так раз вы проводите A, O. Видите, A, O, да? Провели A, O. И вот так пошли, да? Отсюда снова примем параллельный вот это мы видим. Это у нас была какая-то точка? L, да? Ну, а это там какая-нибудь S. Видите, да? Ты вот это отношение же знаете? Да. Это отношение. Это K плюс 1 к 1, да? Значит, если вот это вот T, то вот это K плюс 1, да? Согласны, да, со мной? Да? Так? Да. А теперь сюда смотрите, вот на этот пункт. Видите, две параллельные прямые, да? Это 1, а это K, Y. Тогда если это T, то это T, Y, нет? Так? Правильно же, да? Ага. Почему это T-дрель-то? Если это T, это K, T, да? K, T, да? И все, теперь берите это делите на это. Отношение берите. Нам нужно же B, L, K, L. Все поняли? Еще раз посмотрите. Это такая хорошая задачка, да? Мы поняли, как вы это сделали, нет? Да. Мы вот так прямую параллельную провели, да? Вот так прямую параллельную провели, да? Вот так прямую параллельную провели, да? И вот отсюда, смотрите, это 1, а здесь k. Здесь 1, а это в k раз больше. Всем понятно? А вот это к вот этому? Как вот это к вот этому? Это отношение на шпи, да? Теперь отсюда еще провели одну прямую. Посмотрите. Это относится к этому, как вот это к вот этому. Правильно, да? Если это k плюс 1c, если это вот это t, то это k плюс 1t. Вот теперь вот сюда вот так смотрим на этот угол. Здесь же отношение 1k, если это t, то это tk, да? А теперь делите k плюс 1t, подведите на t плюс tk. Это и будет единица. Правильно, да? Все там доказано. А вот теперь нам сказано 1 в 2, по-моему, да? Быстренько докончим. Как 1 в 2, что-то 1 в 2 идет. Снизу 1 или сверху 1? 1 в 2 откуда вес? Вот это вот а, да? Здесь x, да? А это 2x. Правильно, да? Да. А здесь тоже y и 2y. Ваша задача найти отношение к площади A, B, O1c. Ну-ка, A, B, O1c, да? Относится к чему? С, A, B, O1c, да? А, B, O1. А где O1? Чуть-куть O1. О. Нету ли там O1? С, A, B1, Oc. Это C1, да? А, B1, Oc. Вот это площадь. Да? Отношение площади вот этого к площади большого треугольника, да? Уходите снова. Смотрите, площадь четырехугольника. Плохо. Уходите на площади треугольника. Как вы здесь идете на площади треугольника? Очень просто. Потому что вот смотрите. С, A, O. Вот эту штуку вы выразите через площадь вот эту. Посмотрите внимательно. Вот S, диктуйте мне, A, B1, O, C. Равно, равно, S, A, B, B1, минус, S, C, B, O. Это всем понятно, нет? Да. Делим на S, A, B, C, да? Тут на S, A, B, C. И здесь на S, A, B, C. И здесь на S, A, B, C. Уж мне на отношение чего? Треугольника. S, A, B, B1, да? S, A, B, B1. Как относится к S, A, B, C? У них же высота общая, да? Ну-ка теперь мне скажите, первое отношение какое мы берем? S, A, B, B1 на S, A, B, C, да? Вы от четырехугольника представили, как разность площадей трехугольников. Еще раз смотрите. А, B, B1, B, S, A, B, C. У них высота одинаковая, H. Ну, H, H сократится одна вторая, одна вторая сократится. Останция только основания. Как А, B1, да? А, C. К чему? К А, C, да? А, B1 это Y, а это? Y плюс один. К плюс один, да? Это единица на К плюс один, да? Тьфу ты, два. К это два. Давайте потом двойку подставим. К плюс один. К у вас двум же равно один в двум. А вторая площадь у вас такая? Вот эта, да? Площадь. С, B, O. Теперь берете площадь чего? С, B, C, B, O, да? H, S, A, B, C. С, B, O это где? Площадь вот эта, да? Здесь как вы считаете отношение площадей треугольников? Площадь треугольника еще по какой формуле считается? Полупроизведение сторон на синус угла между ними, правильно? Знаете такую формулу? Вот теперь давайте. Вот угол же у них, я беру площадь вот этого, A, B, 1, B, да? Так? Равно S, C, B, O. Как на тебя С, C, B, O? C, 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 C1, я не понимаю, C, C1, наверное, да? C, C1, J, B, O. C1, B, O. Вот рассчитывайте мне ее. Одна вторая, да? Два Х, да? К у нас двум, это одна третья. Считайте, это умножить на вот это, да, и на синус угла. Одна вторая, два Х, БО, да, БО и синус атома, правильно, да? А здесь одна, нет, АБЦ пока не трогает. А САБЦ, это что такое САБЦ? САБЦ, это три вот этих, да, площадь? Ну вы сами посмотрите, САБЦ в три раза больше, чем САБЦ. Это бы я напишу вот здесь 3САБЦ, правильно или нет? Да. Равняется, двойки двойки ушли, да? Х, БО, синус альфа, а здесь 3, и начинаем, АБЦ. Это сколько? 3Х, да? Да. А вот здесь-то у нас же тоже, смотрите, мы же... Мы вот это отношение же нашли, а? Другие же отношения мы нашли. Это К плюс 1С, а это С, да? К у нас равно двум, как 3 к одному, да? Значит, если вот это вот Z, то вот это 3Z, да? Считайте, ХБО на синус альфа, да? А здесь 3 на одну вторую ещё, да? Одну вторую, там 3Х, да? На 3Z, вот здесь вот. БО плюс одно третье БО. БО плюс одно третье БО, да? И на синус альфа. Синус альфа, синус альфа сокращается. БО вытащите, сократите. Иксы сократите. Вот вам отношение больше. Всё. Спасибо.